друзья подписчики всех приветствую в общем следующий день после сборки сара в общем показывала видео но сегодня у меня в общем был как бы практически выходной особо ничего и по строительству не дел почему потому что вчера руслан ни с того ни сего решил устроить пикник ну понятное дело шух кто-то пикника будет отказываться ну так как все заняты собрались уже поздно наверно в районе 9 часов но пока там то все короче пожгли мангал пожарили мясо поели короче было уже там ночь поздняя в общем пока добрались домой у меня что-то сил вообще не было вчера много было всякого труда я короче уж обвалился спать слишком рано обычно там час-два ложусь ну когда как зависит иногда конечно и бывает и пол двенадцатого ну как бы мне показалось урана потому что я проснулся где-то в три часа и заснуть нифига не мог до часов пяти и потом заснул и получается к будильник не услышал короче так я без будильника очередь в 6.30 существую короче ну если ночью не просыпаюсь ну короче это видимо уже просто накопленная усталость несколько дней скопилось и потом она как бы вот в один день дала себе знать поэтому получается я проспал и с утратом занимался всякой мелочевкой там надо было не помню рассказывал вам или нет я же смотрел мой канал и он горюшу масло и всегда на всех машинах этих своих менял на сервисе ну как почему потому что он рядом там 15 минут туда 15 обратно полчаса меняет масло плюс доливается жидкости плюс делают всякие проверки там тормоза колеса всякую мелочь смотрят ремни все вам говорят что там не в порядке ты платишь как бы полтинник там нужно большую машину 60 я платил за маленькую 50 плюс бесплатная мойка и как бы свободен вот ну понятно что самому менять конечно дешевле но ты не купишь эти оригинальные хондовские все детали или если купишь то они по стоимости выйдут также как ты на сервисе платишь поэтому я менял всегда на сервисе но здесь ситуация такая получается что сервис ближайший honda где-то ехать минут 40 45 под gps и по факту это может быть пробками час хрен знает сколько там ждать короче полдня меня типа на замену масло это неприемлемо у меня тоже я проехал светло 3000 миль масло уже понятно пищит поэтому короче я уже решил меняться хотя был бы рядом сервис я бы менял на сервис короче по поводу масло поехал волмар взял две канистры вот этих вот как он там называется масло моторные кастрол с делается в сша и она бывает разных видов есть там и для хай малыш типа для машин с большим пробегом здесь понятно мирная фигня американская принадлежит вот концерну битте на когда-то их не акции даже для продал но у меня решила ски есть кто-то есть какие-то еще пару штук я не помню ну маме менее известны из известных только шел и тоталь остались вот были еще и ты я продал еще чуть продал но не суть короче почему эти масло взял они хайл мелочь потому что как бы вот эти они более-менее там одни из самых дорогих а по акции они были по 24 доллара за канистру и плюс если ты покупаешь сразу две канистры тебе сам кастрол такой промоушен присылает ребейт карту виза ну типа gift карты короче на 20 долларов это именно не то что на масло ты где угодно ему в магазине потратить то есть получается я трачу 48 долларов мне возвращают двадцатку 28 долларов то есть канистра масла выходит по 14 долларов я думаю что абсолютно неплохо плюс купил фильтр тоже американский ну понятно не хондовский а фрам самый современный там функ синтетик какой-то 20000 миль он держит то есть его не надо менять каждую замену а две-три замена он может прожить то есть если вы через 10 тысяч меняете на две замены если по 7000 меняете то на три замены ну и понятное дело пришлось выкупить обратно вот эти рэмпы я вам про них рассказывал рэмпы топ-топ фирма тоже американские рина рампы называются они 12 тысяч паундов держат на них можно заезжать траком машиной к трактором чем угодно передом задом короче максимально удобная вещь никакой мороки с домкратами с подставками и ты не боишься что что-то у тебя свалится на тебя выскочит домкрат или это поставка там подвернется тем более здесь на песке это максимально важно это не то что на гладком цементе здесь неровная земля всякие корни вот ну и в довесок еще по акции там супер дешево взял эти стопоры под колеса этой же фирмы рина рамп но они были скидка 50 процентов то есть они по моему по 8 баксов а так они по 4 получились а 4 стоит самый дешевый китайский брал прицеп такие желтые они там сейчас подложены по моему сейчас если посмотрим да он делаем китайский но они кстати ну вернее они может даже и не китайские не знаю у те самые дешевые волмартовского бренда они похуже они короче это самое по вот 8 баксов а те я взял вот те по 4 а эти по 8 и получается я эти взял по цене тех короче ну тоже как бы что неплохо ну то есть получается рампы от обязательно нужны просто чё я их продал потому что ну как было ограниченное место вести хотя надо было забрать но я боялся что все не поместится короче то есть получается я их покупал за 40 продался 35 а потом эти обратно покупал за 55 то есть получается ну правда этими пользовался теме несколько раз они уже бушные были купил обратно новой но это неважно то есть двадцатку типа потерял двадцатку сэкономил на масле то на то короче и выходит ну и короче масло сам поменял заехал на рэмпы конечно для масла и собой привез масло слил фильтр открутил у него залил новое масло прикрутил залив потом масло крышку поставил короче все проверил ну короче работает не знаю ездит вот это короче да я не знаю чего вообще про масло говорил короче вот накопилось усталость поэтому да это я вам говорил кому что сегодня я хотел заполнить этот ребят чтоб не забыть потому что у меня миллион лет валяется и потом я бывает это все забываю и уже потом срок пройдет и все 20 баксов твои улетели вот кому-то богачам из бипи вот и решил я потом да потом долго короче мыли посуду потому что как бы воды нету ну тоже мне говорят нету воды нету воды ну друзья но нету воды это чё катастрофа что ли вот я в детстве получается практически все каникулы проводил в деревне у отца родителей дед и бабка они жили ну вообще они жили в городе давно всю жизнь а под старость лет они переехали в деревне вот ну им хотелось там природу большую часток они там купили что-то с 30 соток засаженный весь яблочными садами и деревня небольшая там население я не помню это то ли кубань то ли кавказ я не знаю краснодарский край короче там вот где это не потому что дед он у меня сам был казаком кубанским поэтому я говорил что я как бы наполовину грек получается потому что моя получается бабка родная она гречанка то есть в такие времена это считалось нормальным на войне там кроме добычи захватывать себе как бы и шон тогда это все было как бы полностью хотя это было не так давно рано пират убирать собирать старые вещи брат очень конечно здесь наслаждается жизнью он вообще домой не хочет иногда заходит там что-то просто у него даже нету абсолютного такой депрессии как сетле было он постоянно пищал хотел сбежать толстый был все время ел без остановки видимо потому что ему не хватало свободы а здесь он почувствовал свои все инкстинкты он пытается сверчками то есть белки протеины он охотятся видите то есть он уже как охотник он все знает всю территорию свою ходит все охраняет если что-то не так он сразу бежит что же случилось там вот ну и понятное дело вот это вот да в этой деревне к чему я вам говорю было как бы небольшое население но смысл том что там не было вообще ни городской воды не канализации там было только электричество там телефон конечно никакого интернета ну правда это было в советские времена тогда интернета и вообще не было в советском союзе вот но дело в том что это не только у них было вообще во всей деревне то есть это сейчас вы можете купить любые там трубы старые материалы все спаять а чего вы могли в советском союзе купить все что у вас было колодец это он был не у каждого человека и получается те у кого не было они все ходили в какой-то общий колодец набирали воду кто-то к соседям ходил то есть все что ты хотел сделать покупаться приготовить помыть руки все делалось из колодца то есть ты пошел в колодец ведра набрал короче на дереве там ну где дома или на столбе каком-то уже не помню такие были алюминиевые умывальники снизу пимпочка торчит ее рукой нажимаешь дырочка открывается вода течет снизу там просто стоял тазик тоже какой-то эмалированный там чтоб это вода мыльная не растекалась там тебе на ноги но потом ее просто выливали там куда-то не знаю под забор короче ну вот типа такого короче душ тоже такого макара был там счет воду наливаешь а купались только в бане ну как бы была баня но она была малюсенькая там баня была размером два раза меньше этого моего саральчика и в баню куча людей залазила короче там эти стояла такая печь специальная туда кидали дрова разжигали потом туда воды подливали но парилка была пипец-пипец короче ну на озеро ходили что там купались на речку короче такое то есть это люди жили так всю жизнь а вы мне говорите чем нету два-три месяца пожить без воды тем более чем воды вон ее там это самое сколько тысяча литров набрался с колонки заказали эту сама зона тестер воды который показывает качество короче он работает нормально то есть мы протестили воду с магазина волмартовскую которую оплатную покупая все четко соответствует их не таблице там сколько-то она показывает да не помню 8 вроде самая качественная вода премиум качество налог прима и называется самая дорогая то есть там чуть 40 центов галлон я покупаю или даже дороже я не помню короче чуть ли не 50 за 5 галлон я покупал 230 вот это я со своей тарой если приходишь а это вода 82 то есть от 50 до 100 это просто ну колодезная фильтрованная вода она прям показывает что фильтра фильтрована активированным углем и тот фильтр который у меня вставал я им показывал это фильтр активированный уголь короче все четко соответствует то есть неплохая вода течет с колодца люди здесь рассказывают какие-то страсти что там бактерии металлы хиралы а раньше вообще без всяких фильтров эту воду с колодца набирали и все и суп не варили и умывались и пили сырую вот и никто не умирал люди жили по 100 там чем-то лет у меня прабабушки то ли 114 было лет что-то у нее там не помню короче больше десяти там братьев сестер у него было куча тоже детей внуков ну то есть раньше ну представьте если у человек уже столько нарожал детей прожил там сто четырнадцать лет всю жизнь пил воду с колодца без канализации жил без интернета питался там сырыми продуктами не то что там магазине вам сейчас все там бактериологическая станция проверяет а там коровы убили там в огороде чет нашли яблочки какие-то поели и все жили по сто лет сейчас люди он все химическое то все 50 лет и скопытились вот это вы мне рассказываете вот эти вот сказки так вот это я вам рассказал ну и получается вот это я сделал там кое-какие дела решил сутки поехать закупить стройматериалы на каркас да к чему каркас ну вот смотрите принципе люди там мне пишут комменты вот это пластик там все снесет ветром ну а я вам что по-другому говорил я вам так и сказал что если будет ураган конечно снесет поэтому нужно применять методы для укрепления то есть надо просто по по логике подумать здесь вы можете или весь сарай как бы стяжками крепить к к полу то есть через верх так как трейлера крепят но это это зависит там надо смотреть в каждом отдельном случае они специалист по этим креплениям но как я понимаю по логике вот ветер дует короче вряд ли он там куда-то он несет эту деревянную основу то есть он будет дуть сарай она прикручена к нему и если сарай будет тянуть конечно за собой потянет эту основу то есть можно его закрепить тогда сарай будет дуть он будет тянуть основу она не двигается поэтому сарай тоже не двигается но если ветер дует уже сильнее то получается понятное дело он пол сарая не сможет оторвать от деревяшки деревяшка прикручена значит он просто сломает вот эти крепления которые вставляются замки пластиковые просто унесет сам сарай без пола вот про это я и сам по логике понимаю поэтому я вам и говорю что надо прикрепить если вы не хотите перекидывать через сарай вот эти железные ленты я не уверен просто что они помогут потому что они просто тоже могут поломать весь сарай то есть ветер будет дуть они эти ленты будут у него врезаться они там или крышу погнут или сломают короче тоже зачем это надо поэтому надо прикрепить основание а внутри но это как я думаю конечно не угадаешь может быть такой ураган или торнадо которым целые дома уносит привязаны этими лентами поэтому как бы проект сарай можно вообще тогда даже и не упоминать понятно его снесет вот поэтому как я думаю основание надо прикрепить купил я вот такой набор но особого выбора нету то есть вам говорю можно или отдельно покупать эти якоря вот короче если каряву такие если херя в прошлом видео показывал под ленты принципе она одно и то же они одинаково устроены есть якорь который с двумя этими штуками но большинство и корей вот такие одиночные тоже под ленты или под вот эти кольца неважно они и те и те бывают двойные но большинство продаются одиночных двойных вообще мало ну двойной вряд ли вы сможете вручную закрутить но тоже от длины зависит и от пошла здесь очень много корней там все корнями пропитана поэтому крутить их максимально сложно но вырвать будет даже вот этот 30-ти нчо вы здесь видите 76 сантиметров 30-ти нчо но это правда на испанском где тут на английском не знаю это наклейки были с хом дипа я не знаю что означает короче там были несколько коробок но не все были с этими наклейками может возврата какие-то не в курсе но все новое короче купила эту фигню вот эти штуки короче закрутил вообще я думал закрутить по углам но тут не получалось короче получилось закрутить вот тут она вообще мертво сидит понятно какая-то амортизация есть но 76 сантиметров она идет туда в корни и в грунт вы сюда вот она вот так прикрутиться потом конечно здесь их надо больше но у меня сейчас нету столько средств и он говорил и так уже все кредитки опустошены вот и вот эту вот вот вторая пытался два раза здесь крутить не получилось не все в корнях вот видите я пытался хотел тоже сюда ну думаю здесь без разницы не будет она вот вот тоже разница небольшая поэтому чтобы для симметрии растам тут сделан вот прикручена но я с ними конечно помудился это не то что в этом взяли шуруповертом и прикрутили вон у меня нету большого лома маленьким но это этаж не то что ты посреди поля крутишь в сарай мешает поэтому ты прокрутил пол оборота она на пол сантиметра прокрутилась выкрутил и представьте 150 витков вот это вот сидит крутить а умножить на 4 это 600 вот это вот я сегодня закручивал вот ну а дальше она как получается вот эти штуки они ставятся вот таким вот макаром то есть она вот так вот сгибается но этот трос я не знаю насколько он там паундов но я думаю надо фига вот так он сгибается и на него вот эти штуки закручиваешь здесь ключиком ну вот и все они никуда не денутся потому что это же металл и вот здесь купил я у такие в омарте короче тоже не знаю нормальный вариант ненормальный но все было то и взял и самые крупные были может были другие но их не было в наличии здесь вот так вот посмотрю здесь отверстие туда эта фигня вкручивается под нее шайбу большую по задней стороны порога окна тут одна в комплекте еще одну возьму сюда вот все равно мне бы не получилось так сделать потому что здесь я бы не смог с той стороны закрутить тут и камень мешает но и тут еще маленькая лага стоит а здесь нет лаги она там дальше и таких я взял всего две вот это будет сюда и с той стороны но это я тут работы на 5 минут я могу там сделать она сюда вот эти поверхности ну тоже я не думаю что тут какой-то ураган порвет тоже китай сосунков качок чему написано но 4 здесь под саморезы я думаю при фигачу их этими самыми как их у теми дорогими мультиматериалом хилманами сюда вот при фигачу и ничего с ней не случится у него и вырвет она 4 таких самореза и туда вот ну вообще короче как бы по спецификации надо бы еще на один набор взять и добавить еще сюда туда и туда ну как я вам говорю это я добавлю потом когда разбогатею сейчас пока нету средств даже на второй набор вот поэтому пока как бы обойдем с одним и может я даже второй не буду покупать такое дорогое куплю за тридцатку потом китайский или может просто отдельно эти штуки куплю но все равно дешевле не выйдет потому что отдельно 1 стоит 14 этой же фирмы такая же точно как в этом наборе я вытащил с набора и сравнил то есть это 60 будет а этот весь набор стоит 53 вместе с тросом и этими штуками вот но и здесь то же самое здесь будет вот это вот кольцо под сверление а с той стороны будет это ну и потом надо будет добавить 1 2 3 4 ну или можно еще поштучно докупить сколько угодно короче пока на этот ураган будет 4 крепления и о чем я вам говорю дальше чтобы сам сара не сломала и не оторвала от пола нужно делать внутренний каркас и внутренний каркас надо вот как я вам там строил на гараже с гаражом намного проще потому что он пипец низкий а эта херня очень уж высокая она по высоте очень большая это просто ну как бы она чуть ли не как трейлер по высоте это конечно очень плохо для урагана потому что чем выше тем короче хуже вот единственное здесь что у него хоть крыша треугольная небольшая площадь как бы сопротивление но пока непонятно когда ураган начнется то есть если он начнется срочно то но придут предупреждения там будет сколько-то полдня там на подготовку тогда я просто пока его прикреплю стропой принципе у меня есть еще две таких же стропы всего три можно и даже три стропы кинул и пока будут эти стропы его держать пока нету каркас а можете успею каркас построить внутри ничего не изменилось и туда даже не ходил вы единственное ходил почувствовать обстановку потому что сегодня было днем очень-очень жарко но я зашел сюда и здесь реально прохладнее то есть он все таки не нагревается как железный железный по сумасшествию нагревается здесь нет он короче держит нормально здесь климат вот и плюс железном там не было вообще вентиляции там лишь покупал солнечное это вентилирование на солнечных батареях вентиляторы старт а здесь в принципе он нормально своей естественной вентиляции блин гребаные комары вот это поставил как бы от комаров и все равно не кусают вот короче ну по материалам сейчас покажу лучше закупили то есть вот премиальное дерево все лежит 8 футовики тубайфоры 8 фитовики 2 на 3 но я уже два утащил здесь видите сбоку не хватает где-то их не помню куда их саращили положил короче и 10 футовики тубайфор короче дерево прямо класс класс вот все выбирали каждую палочку что все качественно было привезли ну ничего ездили волмарт еще за продуктами тоже давно не были продукты заканчивались поэтому взяли еще продукты здесь а ну да вот сюда их уже принес просто чтоб прикидывать чё к чему но сегодня уже порт не успели чем заняться вчера из-за пикника не поехали на море потому что мы не успели бы сейчас 7 через 20 минут короче на море поеду поливал сегодня тоже цветы раз удовольствием то чешется то валяется то хочется то поел то погадил вот не жизнь рай то есть видите уже начали засыхать поэтому здесь конечно пришлось произвести срочные пыли в ведрах все таскать amazon то что заказывали эту я вам говорил переходник с этого бака на обычный садовый шланг нихрена не привезли хотя заказывали типа через prime через руслана и руслане кто через prime говорят что за два дня все привозят хер они там что привозят так хотел вам показать еще одну вещь вот сегодня шла то же самое обещали привезти ее там месяц назад в этом три или четыре недели ждал тоже они походуют с китай везут короче разводные эти китайцы вариантов не было потому что не нашел никаких аналогов вещь в принципе не дешевая вот но мне не нужен весь этот набор там их несколько этих сверл меня интересовало только вот это вот самое большое сверло я единственное нашел которая 4 кончевая и короче мне просто было интересно будет ли она работать с этой дрель вот и короче давайте на деле посмотрим вот это я одну ямку выкопал просто чтобы посмотрели как работа чисто понятное дело там не под строительство чисто под ваши садовые дела столбики там поставить вот под те же растения я вручную там что-то парился но если мне даже такой толстенький не нужен будет я могу сделать весь процесс учу давайте попробуем вот рядом просверли вот чё погнали короче вообще по факту блин почему они сделают такие короткие а бы сверлила бы и дальше спокойные метр и два просверлил вот поэтому я не понимаю в чем проблема толщина 10 вернее ширина сюда вы можете чего угодно встать тубой хор форбой фор то есть угодно вот такой форбой фор давайте проверим влезет он туда по идее должен но он чуть больше но наверное заколотить можно будет как-то чуть-чуть будет clip На четыре с половиной, на пять инчей напишите в каменах, потому что, может я плохо искал, не знаю, короче, ну, тубайфор-то точно влезет, вот, просто раз и все, и все, я даже не буду сюда эти тубайфоры сувать, зачем мне тратить их, ну, можно сунуть, без разницы, они будут вечные, потому что термиты-то их не жрут, можно эти столбы сунуть, вот здесь тоже под этот столб могу просыпать, короче, мне нужно такое сверло больше, пятенчевое и длиннее, тогда я смогу вообще сверлить, что мне надо, вот, вот у меня вот эти деревья, они, конечно, больше четырех инчей, но отпилить, там, померить, где четыре, такие, короче, ну, те вообще даже я не считаю, вот тут какие-то, короче, каких-то деревьев надо тут навыбирать, бамбук тоже, и это, потом надо будет, хотя я не знаю, даже на этот год стоит или нет, надо будет эту огородную хрень переделать, я-то тогда делал, у меня не было этого суперсверла, а теперь оно есть, ну, его надо сделать длиннее и толще, или хотя бы пускай такое будет, только длиннее, да, и в набор нужно добавить еще более широкое и более длинное, то есть, это детский сад для этой дрели, я уверен, на сто процентов она и мощнее возьмет, потому что вы видели, как быстро, вообще без напряга, со всеми корнями, со всей фигней, все сверлят, потому что здесь-то оно острое, вот тут, вот эта фигня острая, в принципе, ну, она не супер, как нож, но проблем нету, отличная сверла, набор, правда, стоит недешево, по-моему, тридцатку, но остальные сверла, они, конечно, смешны, ну, такой вот, в принципе, под бамбук, ну, то же самое, оно слишком коротко, почему они такие сараташе делают, и вот второе, есть, конечно, нормальных сверлых, миллион толстых, любых длин, но они все сделаны под другое крепление, и в дрель не засунешь, они сделаны там под эту, там какой-то, я не помню, шестигранник бездоровый, который в Азии только в эти, вы поняли, в бензиновые бурилки, а здесь, получается, здесь еще, видите, куча места, то есть, надо найти, который побольше, ну, металл, конечно, видите, херовый, то есть, патрон его разрушает, песок, это, конечно, все фигово для дрели, ну, ладно, разберемся, почистим потом, здесь еще больше патрон, короче, дрель-огонь, нужны буры, вот, ну, в принципе, и этот уже подходит, подсадовые задачи подойдет, надо потом будет более крупные найти подстроительные задачи, дрель-огонь, то есть, батарея тут на 12, короче, класс, класс, вот, ладно, друзья, все, полчаса уже слишком долго, сейчас, через 15 минут поеду на море, не знаю, вот, посмотреть по прогнозу, есть волны или нет, может быть, доску взять, покататься, потому что давно, вот, не было, и, и ставьте лайки, подписывайтесь, да благоволит вам Господь, пока-пока, сейчас вот, самая, кстати, вот, шикарная начинается погода, когда закат, вы слышите, прям тишина, ни один этот зверь не шипит, никто не поет, а потом, как начинает темнеть после заката, все, миллионы цикад, да я их тут уже кучу понаходил, а, ну, кстати, еще вот эту штуку получил недавно, тоже забыл вам показать, но это в отдельном видео, это бомбическая вещь, просто, увидел ее случайно, я вам показывал ту империю, я купил у Макса, но у Макса нету этих, таких вообще, короче, ну, та, той же империя неплохая, но она стоит 65, а вот эта фигня стоит 60, и ее с империей вообще не сравнить, она в два раза тяжелее, шире, здесь более крупные вот эти штуки, и смотрите, какие они вообще, ну, просто супер, охрененские, вы видите, короче, вот эти, ну, здесь все сделано прямо бомбически, и самое еще главное, подсветка, видите, светится светодиодная, теперь от нас светится третья, теперь выключу, и еще и магниты вот здесь, вот, давайте проверим, кстати, они работают вообще, еще не проверял, короче, так я его случайно увидел, мы просто с Ушланом шарились в ловесь, я смотрю, такой уровень, 50 баксов, 24-х анчевый, а длинного не было, я думаю, да нафиг мне маленький, зашел к ним на сайт, у них есть 48 инчий, за 59, я думаю, о, крутяк, ну, чё, смотрите, бомба, то есть у меня даже, видите, участок почти в уровень, а, все нормально, и фиг оторвешь, то есть реально, я вам говорю, вот я тяну, и все, он не отрывается, короче, еле отрывается, вот смотрите, притяжение какое сильное, аж звук какой идет, бомбический, короче, офигенский уровень, друзья, ну, я считаю, фу-фу, за 60 баксов, это топ, но если как бы с империей сравнивать, то это вообще не о чем сравнивать, вот, понятное дело, вот эти штуки резиновые, их тоже можно вытащить, это если ты его уронишь, ему ничего не будет, ну, здесь металл толщина, вот здесь тоже все сделано, внутри резина, тут пластик, все композит, но его не согнуть, не разбить, еще невозможно, фирма, кстати, неплохая, это вбил, ну, вот здесь написано, ударостойкая, магнетическая и светодиодная подсветка, точность полмиллиметра, короче, что-то там еще, фигня, фигня, так, так, вбил, 48, но, как бы, мне кажется, ну, да, мне даже кажется, 60, это вообще не дорого за них, вот у меня, что вбил, я вам говорил, вот эти штуки есть, вот эти вот, козлы, ну, и то я недорогие брал, есть еще более дорогие, у меня просто ножки, а есть где дырочки, в ножках, там еще высота регулируется, они более мощные, мои, по-моему, 500 или 550, я не помню, мои 550, есть 500, есть 550, есть там 700, 600, короче, их много всяких, вот, 550, ну, ну, они дорогие даже, я их дорого брал, ну, они просто тоже бомбические, все одной кнопкой раскладываются, вот здесь наждачка очень четкая, то есть, видите, никакой лист по ним не скользит, вот, он просто держится за эту наждачку, и сумка, сумку я вообще когда-то купил просто по акции, я не знал даже, что это брендовая какая-то, мне нужна была сумка, потому что старая крафтсмана была, у меня порвалась, я, короче, взял вот эту, ну, я охренел, сумка просто огонь, 15 баксов, тоже, кстати, в Лавесе, вот, а в Хоум Дипа что-то они не торгуют этими-то вбилдами, в Лавесе даже есть многие темы, как бы, эксклюзивные, которые только в Лавесе, они, видимо, наладили отношения с этим-то вбилдом, или вложили с него, не знаю, то есть, вот здесь вот эти штуки съемные, карманов дофига внутри, карманов дофига снаружи, причем карманы такие, ну, солидные, все такое прям толстое чувствуется, может, вот, видите, есть сколько лет, и она, как бы, в ней столько много инструментов, и она, как бы, тьфу-тьфу, она даже не потеряла свою форму, вот, у меня в ней, кроме этого, еще много чего лежит, здесь еще не все, она пипец тяжелая, там, ну, оно все весит, вбилд, короче, вот, тоже не реклама, ну, блин, я доволен такой сумкой, короче, ладно, друзья, мне еще надо произвести уборку инструментов, и ехать на море, и потом еще кое-какие дела вечером, ну, дома есть, и надо постараться завтра хотя бы начать каркас, я уж не думаю, что его прям и закончу, потому что я еще даже не совсем продумал проект, потому что там, на том участке я в гараже вообще от фонаря делал, у меня какое-то дерево было в наличии, я не хотел покупать из того, что было, как говорится, слепил там что-то, вот, сейчас я уже докупил, ну, хотелось бы сразу и каркас, и полки сделать, да, хотя бы без самих полок, ну, хотя бы куда их класть, вот, потому что все-таки дерево дорогое, тут дерево инвестировал, сколько получается, 150 долларов, вот, во все, ну, я не знаю, может, лишнее останется, а может, наоборот, не хватит, вот, потому что, вот эти дорогие, они по 5,80, эти, по-моему, по 3,46, но их просто много, а эти по 2,65, вот этих 25 штук, этих 8, да, и этих, по-моему, а эти, по-моему, 16, или сколько, а, тьфу, 16, что я говорю, этих тоже 8, это этих 25, мне казалось, что 2 ряда лежат, не, только вот этот маленький ряд, то есть 8, 8 и 25, вот, 150 долларов, ладно, друзья, да благоволитковым господь, пока-пока, увидимся на канале, пишите комменты, ставьте лайки, да, кстати, не забывайте в субботу приходить на стрим, по-моему, на этой неделе на моем канале Eugene Vlogs, вот, но еще не 100%, но пока, вот, с начала стримов каждую неделю были, поэтому, не знаю, скорее всего, не должно ничего экстремального, ну, как бы, в любом случае, даже если что-то произойдет, и там, типа, Руслан не сможет, ну, я думаю, точно смогу и Макс, поэтому, как минимум, мы вдвоем будем на стриме, поэтому все равно приходите, вот, пока-пока.